МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между играми, и это отмечают часто в интервью футболиста, что действительно теоретической части Иван Сергеевич уделяет очень-очень много времени. Ну, кстати говоря, еще одна подоплека этого матча. Встречаются два самых молодых тренера высшей лиги. 34 года, хороший навес. Техничный парень, к слову. Может быть, не всегда у него получается продемонстрировать эту технику, но вот в данном моменте, и в принципе уже за 28 минут, он дважды обыграл и продемонстрировал нам свой дриблинг Ханкевич. Козлов разворачивал эту атаку. Хорошая передача на Вилько. Удар! Казалось мне, что мяч летит прямо в девятку, но нет. Наигрывать молодежь, наверное, довольно сложно. Командам с большими целями и высокими задачами. Хорошая передача. Комаровский с мячом. Прострел на Холодинского. И тот впадение очень здорово. Сделился. И мяч уходит. И Дмитрий Комаровский. Мы уже знаем точно, что именно он будет исполнять этот удар. Хотя и прекрасная левая обладает Артур Слабашевич. Дмитрий Комаровский. Удар недостаточно плотный, недостаточно сильный. И Денис Шелихов забирает мяч в свои руки. Готовится пробить. Если к ничью подходит центральный защитник, тем более такой рослый, это чаще всего приводит к сильному, мощному удару по воротам. Помнится мне за сборную Сергей Полицевич наносил... В одно касание Максим Шила. Заброс вперед на Юрия Козлова. Как мне показалось, он находился во всаде, но нет. Семенов на подборе. Вновь Козлов. Здесь Премудров. Передача направо. Евгений Вилько. Будет прострел, будет навес. Посмотрим. Но как минимум флангу, краю штрафной он смещается. Навес и удар верхом. Не сильно, не акцентированно Кирилл Премудров наносил его. И всеми элементами футбольного мастерства Алексей Рудзинок с чайком приходит уже на скамейку запасных. Хороший удар! Кто же это был? Дмитрий Яшин выносит мяч из штрафной. Ходит из-под него Ислач, Мила Мичунович. Второй этаж даже не стал обозначать. Остался на ногах. Вновь Мичунович. Хорош серп. Олег Потоцкий налево. Игорь Зюлев набирает скорость. Можно отдавать центр. Никита Букаткин свои услуги предлагает. Комаровский удар. Можно добивать и Мичунович. 1-0. 0-1. Ислач. Ислач забивает гол. Мила Мичунович. Первый мяч в составе футбольного клуба. Ислач. Что-то демонстрирует он своим фанатам. Не буду я комментировать, что изображено на майке. Мне кажется, что-то таким политическим или историческим по текстам. Кому как угодно. Не знаю, видите ли вы это. Получит он сейчас желтую карточку и получает ее. По всей видимости, Мила Мичунович еще не успел ознакомиться с правилами высшей лиги чемпионатов в Беларуси. Поэтому горчичник. И в принципе, я не удивился бы, если... Хорошо. Грибовский выиграет второй этаж. И счет 1-1. Вот так вот неожиданно после передачи, кажется, Евгения Вилько, счет сравнивает Роман Грибовский. Ну что ж, друзья. Не сработали замены. Сработала классная игра в футболе. А, сработала замена. Да, конечно, Роман Грибовский появился после перерыва. Здорово. Здорово. Уже два гола мы сегодня увидели. Хочется еще... Люди, которые находятся рядом с ложей прессы, все утверждали, что будет 3 минуты. Они и добавлены. Но Ислыч развивает уже свою атаку в очередной раз. Последнее время именно... Ислыч, последние 5 минут. Атакует чаще. Комаровский удар. Как мне показалось, запоздал Денис Шелихов с прыжком к этому мячу. Атакует... С Baker Ислыч. Атакует... Атакует... Продолжение следует...